приветствую всех на своем канале подписчиков и гостей своего канала в этом видео покажу как создавалась такая вот картина акриловыми красками лавандовое поле вдали домик синее небо такой вот своеобразный французский прованс раньше я писала картины исключительно масляными красками так как мне нравились мазки которые получаются то что краска хорошо тянется получается плавные переходы очень красивые нежные но и минус то что масляная краска очень долго сохнет и чтобы нанести второй слой краски чтобы краска не перемешивалась не смешивалась там на холсте не превращалась болото нужно длительное время выждать пока первый слой краски высохнет и поэтому я перешла на акриловую краску и стала писать акриловыми красками так как они быстро сохнут но в этом есть как и плюс так и минус акриловая краска очень быстро сохнет и нельзя сделать такие мазки не как масляными красками то есть таких мазков как в масле акриловыми красками невозможно повторить и таких плавных переходов очень сложно добиться акриловыми красками и поначалу меня это очень сильно выбешивала меня занимало это уйма времени чтобы добиться желаемого эффекта чтобы получилось то что я хочу изобразить в итоге и акриловыми красками когда вы пишете то нужно обязательно сначала делать подмалевок этот несколько слоев краски чтобы добиться насыщенного цвета то есть по ходу вы увидите как делала это я то есть чтобы мне добиться результата у такого вот красивого неба с облачком мне слоев 5 надо было нанести то есть это был сначала первый слой подмалевок где видны разводы кисти где оно такое все детское и некрасивое то есть чтобы добиться такого результата я постоянно возвращалась к небу когда оно высыхало еще раз наносила слои краски еще раз там размазала подправляла то есть это необходимо чтобы был насыщенный цвет и был хороший такой вот результат и так как я художник самоучка я естественно смотрю мастер-классы других художников сейчас в основном почему-то мне нравятся художники заграничные вот где они объясняют на своем языке естественно я ничего не понимаю так как я на других языках не бельмеса но понимаю по ходу действия что они делают обучаясь их техникам но естественно пытаясь применить своих работах и подсматривая вот такие вот занятия уроки я заметил что они добавляют в краску либо макают кисть в какую-то жидкость вот мне стало интересно что это и у них вот как они используют эту жидкость в акриловой краске получаются вот такие вот плавные переходы вот такая вот красота короче как в масляной живописи как с масляными красками и когда я была в художественном магазине покупала холсты обращаю внимание естественно какие краски есть каких фирм какие бы купить еще дополнительные цвета ну и в общем что там есть новенькая интересненькая чтобы я могла применить в работе и обратила внимание на вот такой вот растворить и то есть это жидкость замедляющий раствор акриловых красок и я поняла что вот она они добавляют вот эту жидкость для того чтобы акриловая краска не так быстро высыхала и можно было создавать вот такие вот разводы вот такие плавные красивые переходы я эту краску уже а я вот этот растворитель также применяла в картине где я писала корзину с ромашками там очень красивый фон я найду фотографию и где-то здесь вот вставлю ее эту фотографию ромашка в корзине там очень красивый фон много используется цветов цветом и плавный такой красивый переход что делаю я как я ее использую вот вот такой вот нашла пластмассовую посудину сюда я долила вот вот эту налила этот растворитель его можно разбавлять с водой то есть я немного туда воды разбавила так вот макаю кисточку естественно на палитре у меня выдавлены по чуть-чуть акриловой краски и там уже на палитре я эту краску развожу ну вот допустим у меня вот такая палитра сюда я выдавливаю краску до кисточку макаю в эту жижу и здесь уже начинаю разводить эту жижу с краской и наносить на холст в данной картине вернемся картине я использовала и вот эту жидкость и разные акриловые краски разных цветов вот понравился мне вот это безумно цвет он синий королевский очень прекрасный свет я его использовала в других картинах вы увидите у меня на видео вот такой вот фиолетовый светлый розовый вот такой вот карминовый цвет интересно это уже для написания кустов лаванды и вы можете увидеть здесь на картине что они вот такие вот пушистые вот такие вот они красивые классные такие хочется потрогать этого эффекта я уже добивалась кисточками кисточки я наверное использовала все какие у меня есть чтобы добиться такого эффекта естественно сначала был подмалевок разных цветов таких вот и синие фиолетовые и бордовые какие хочешь а потом уже я вот такой вот кисточка все вы это дальше увидите по видео как я наносила сами вот вот эти веточки на видео все это кажется очень быстро на самом деле это ускоренное видео было и она и кажется поэтому быстро а на самом деле придется поиграться чтобы добиться такого эффекта но так как краска высыхает быстро то естественно у вас она намного быстрее получится если вы рисовали масляными красками вот такую вот кисточку я использовала это щетина она вот такая вот тоже покупать лучше в художественных магазинах они в строительных так как строительных магазинах вы тоже можете найти такую кисточку но у них вылазят эти щетинки и эти щетинки у вас останутся на картине и вам придется их вылавливать оттуда вам также кисточки веера я использовала где меньше кустики я здесь этой кисточкой маленькой пользовалась где уже кусты поболее я естественно вот этой побольше кисточкой все эти кисточки также продаются в художественных магазинах также совет для начинающих художников ну я помню просто себя как я это начинала как я переходила с масляных на акриловые краски и хотела очень попробовать нарисовать акриловыми красками к ним я не серьезно относилась но посмотрела как какие шедевры акриловыми красками люди творят мне тоже захотелось и тем более мне соблазнило то что это быстро сохнет мне сначала сделали подарок акриловых красок это небольшой такой детский набор из канцелярии вот таких вот красок я стала ними рисовать я боже я очень именно мучилась и просто вам советую если вы хотите начать и чтобы у вас что-то получалось а не бросить это все психах и подумать что у вас руки крюки нет все это не так у вас все обязательно получится главное пробовать и экспериментировать но покупайте изначально хорошие краски качественные краски лучше в художественных магазинах по типу такого вот санет хорошие краски и они довольно таки бюджетные потому что есть очень дорогие я их не пробовала я пробую вот такие вот санет потом такая вот лауре если я не ошибаюсь роса вот эти тоже классные мне понравились вот такие краски они очень яркие это для очень ярких для ярких картин акрил спиция специалите из какой-то специальный акрил для специальной краски вот есть такие баночные тоже ла га ладога ладога называется вот розовая светлая то есть тоже хорошее мне понравились но изначально когда они вот эти подарили да я добивалась эффекта все этими красками но вот эти дешевые краски в канцелярии они ведут себя неадекватно там жидкость от краски отделяется и но это жуть просто еще мне в догонку подарили кисточки что же с этого набора с канцелярского кисточки ужасные краски ужасные я пыталась ними что-то сотворить но естественно я такой человек что я добиваюсь того эффекта который бы мне понравился но после этого я конечно хотела бросить все потом мне подарили краски уже такие поболее набор вот такой набор а вот такое вот это французские они уже лучше естественно но дальше с развитием я же не стою на месте я развиваюсь я приобретала уже из мы выходила с этих маленьких тюбиков приобретала такой но это тоже французский набор они такие себе ничего не хочу плохое сказать они тоже хорошие вот но больше всего особенно после того как я попробовала уже специальные краски из художественного магазина то разница очень ощутимо этими намного приятнее удобнее они более послушные и цвет получше как бы лучше с ними работать и не нужно наносить 150 слоев чтобы добиться хорошего эффекта это такое небольшое вступление рассказала и то что я знаю да свой опыт с акриловыми красками и вот такие вот небольшие советы вам дала так что начинающие художники совет номер один начинайте не с дешевых материалов в канцелярии а вот приобретайте сразу краску такой ну хотя бы сонет она не очень дорогая и она классная его я вот рисую ней и я довольна и с кисточек тоже приобретайте там кисточки так как я уже рисую давно у меня очень много уже кисточек вот но вы можете разных размеров для начала хотя бы иметь три кисточки вот но и если чтобы такую пушистость если вы будете писать такую картину и вот такую пушистость вы хотите то естественно вот такую и такую я вам советую приобрести это не только чтобы лаванду рисовать но разную травку кустики очень удобно рисовать такой кисточкой вот ну вроде бы как и все если вы хотите посмотреть какие картины я еще писала обязательно переходите в плейлисты ссылочки я оставляю внизу под видео в описании можете смотреть там не только пишу картины но и что-то там творю руками разные поделочки новогодние сейчас это кстати уже актуально так как на дворе ноябрь ну что дорогие мои на этом все как бы я вам рассказала теперь вам приятного просмотра если вам понравилось ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал если есть какие-то комментарии пожелания либо советы либо вы хотите спросить совет также пишите мне в комментариях все все сказала вроде бы ничего не забыла ну что поехали приятного просмотра а а а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует...